Вот, тогда погнали. И у нас сегодня тема, я как уже сказала, достаточно провокационная. Она связана с тем, как поддерживать какую-то публичность, деятельность айтишника, в целом творческую, чтобы его не увели, когда вы начинаете о нем рассказывать рынку. То есть часто со стороны нанимающих менеджеров слышны такие опасения. Часто сами HR-специалисты даже не уверены, что стоит на конференции людей отправлять. Но сегодня попробую развеять часть мифов и рассказать, какими инструментами можно влиять на метрики как удержания, так и, конечно, привлечения новых классных специалистов. Вот, и я представлюсь с кем не знакомы, да. Я Настя, я препод на курсе Диврела Тотусу уже какой-то четвертый поток. И я сейчас на фрилансе развиваю свой бизнес и консультирую компании как раз по направлению Диврел. И, соответственно, у меня специализация на амбассадорских программах и с партнером там делаем различные HR-проекты. Не буду про это подробно рассказывать. Важно то, что я перед этим была Диврелом в компании, выделенным Диврела-специалистом. И в Сибуре и еще в одной компании мне удалось построить тоже Диврел практически с нуля. И сегодня у нас на вебинаре будет активное, наверное, общение ответа на вопросы, потому что презентация – это одно, да, а живые вопросы, ваши боли с работой – это совсем другое. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. У нас всегда это только приветствуется. И я могу опаздывать с ответом, потому что я буду там какой-то блок рассказывать и переходить к чату, потому что между вкладками на Live Digital переключаться сложно. Такие у нас правила. И маршрут. Вначале я вам расскажу вообще про Отус, да, чем отличается Отус от других провайдеров обучения. И дальше уже перейдем к контентной части. И сразу сориентируя вас по времени, я постараюсь уложиться прямо с контентом в час, чтобы дать вам одновременные пользы и не перегрузить, потому что вечер. И у меня в презентации я постаралась собрать максимально много ссылок на полезные ресурсы. То есть я сразу скажу, что я целилась сейчас в HR специалистов, которые либо только начинают работать с айтишниками фокусно, либо только получили задачи техпиара и которые погружаются в эту предметную область. Я как раз расскажу, какие есть инструменты вроде там внутренних программ, сообществ, дружбы с рынком и прочих направлений работы Деврела, которые обычно делает выделенные Деврела. Но если вы работаете во внутрикоме, если вы HR, если вы рекрутер, если вы связаны с людьми и вам это интересно, то я постаралась вам сегодня собрать максимум ссылок, где вы можете знакомиться совсем подробнее и, конечно, задавать свои вопросы. Вот, поэтому у нас будет сегодня три крупных блока. Вначале я покажу вам основную аналитику, на которую опираюсь сейчас в работе. Дальше покажу вообще, как Деврел без таких каких-то внятных рычагов влияния, вроде наличия там влияния на зарплату сотрудника или премии, да, или что-то еще такое, как он может мотивировать людей к активности на пользу, конечно, бренда-работодателя. И дальше конкретно расскажу про инструменты, и на самых интересных вам будем устанавливаться подробно и разбирать. Вопросов пока не было, я продолжу. И в конце у нас всегда есть время порефлексировать и понять, да, насколько цели вебинара мы достигли. Сейчас чуть позже скажу про вебинары. Но сначала мне интересно ваш опыт работы в IT узнать, вообще вы уже в IT хотите войти, или как ваша работа, да, с этой сферой соприкасается. И с какой целью вы записались на занятия, то есть что вас привлекло, какие, может быть, боли в работе вы хотите полечить с помощью сегодняшних новых знаний. Вот, попрошу вас написать в чат на эту прям минутку, я переключаюсь в чат и буду зачитывать вслух. И это спрашивается не просто, да, для красного словца, для разогрева. Это, правда, нужно, чтобы понять, на каких блоках подробнее останавливаться, а какие блоки вы лучше меня знаете. То есть это вполне нормально. В группах у нас бывают совсем разные специалисты. Это и рекрутеры, и HR-специалисты, там, да, и HR-BP, там различного широкого профиля эксперта. И внутриком у нас, естественно, есть SMM, проектные менеджеры были. То есть у нас в группах совсем такой же состав разный, поэтому мы как раз можем друг другу усиливать. И даже неоднократно было такое, что студенты на занятиях делились своими кейсами и помогали там с вопросами, да, преподавателю даже, потому что у них просто в какой-то предметной области было больше знаний. Такое тоже бывает. Это классно, это нормально. И пока ответов нет, я надеюсь, они появятся. Я еще вернусь в чат после того, как расскажу. А пока у вас немножко, да, вот появился первый комментарий от Татьяны. Да, вот проблема. Рекрутмент войти слабый, HR-бренд войти слабый. Надо усилить и выйти вовне. С чего начать? Вот, да, как раз сегодня прям для вас, видимо, контент будет там, прям будет набор инструментов. Я скажу, что самое важное, да, то, что может дать там 80% результата, тот минимум. И посоветую ресурсы, куда можно обращаться, если что, за помощью, читать какие-то статьи, потому что вы не первые, кто проходит через этот путь. И сейчас как раз компания начинает фокусно работать с IT и HR-брендом, в том числе даже это производственные компании, различные компании, которые никогда в такое не вкладывались. Поэтому вы не первые. Есть инструменты, есть практики. Вот, поэтому мы сегодня будем, об этом сегодня будем говорить. Вот. И, Татьяна, спасибо за комментарий. Я пойду дальше, и вы видите, я стараюсь очень быстро сегодня говорить, чтобы мы точно успели посмотреть весь материал и одновременно уложили в тайминг. Да, у нас чуть больше часа на контентную часть. Вот. А сначала расскажу про Отус кратко, да. То есть вы наверняка слышали там про Яндекс.Практикум, про разные школы, которые готовят курсы. Отус я люблю особенной любовью, потому что эта компания, она сконцентрирована именно на работе с такими уже опытными экспертами. То есть тут нет людей, которые еще, скорее всего, там не получали никакого опыта. То есть здесь достаточно сильные группы собираются, и преподаватели, соответственно, тоже. И преподаватели собирают тоже группы с разными компетенциями. То есть кто-то, вот если говорить про курс DevRel, у нас есть кто-то, кто круто в комьюнити шарит. Есть там Саша Галкин, руководитель курса, которая блестяще там DevRel статегию неоднократно строила. И я в конце еще раз познакомлю с нашей командой курса. Вот. Это лично для меня, чем школа Отус нравится, чем компания Отус нравится. Вот. А вообще это авторские курсы для уровня специалистов там от Junior до Лида. И есть множество курсов, если вы посмотрите айтишных, там, которые уже для темредов созданы, для специалистов с большим опытом. То есть тут можно как начать, да, погружение в предметную область, так и продолжить. Но при этом все-таки фокус идет на работу с людьми, у которых есть какой-то корпоративный либо смежный опыт. Вот. И еще плюс для меня, как для любителя сделать вычеты, у Отуса есть образовательная лицензия. То есть если вы вдруг платите из своего кармана, если не работодатель платит, то тогда у вас есть возможность получить как сертификат, так и налоговый вычет. Вот. И направления курсов совсем разные. Может быть, вы про Отус раньше слышали от своих айтишников, потому что у нас очень много курсов про программирование и прочим блоком. То есть это и по инфраструктуре, да, мало у кого такие есть. Тестирование, аналитика. Совсем разные курсы с разным составом преподавателей. И когда вы выбираете, например, курс для своих коллег, обязательно обращайте внимание на преподавательский состав. Вот, как правило, в Отусе это действующие специалисты, которые буквально днем работают там на своей работе, а вечером приходят и делятся опытом со студентами. И у нас, естественно, курс Деврел. Девелоперс Релэйшнс – это вообще такая область знаний, да, и специалисты в Деврел – это те, кто помогают компаниям выстроить взаимодействие с IT-сообществом. То есть первая часть, да, это удержание специалистов, чтобы сотрудникам, айтишникам в компании было хорошо. Это очень так грубыми мазками. И, конечно, вовне тоже Деврел занимается техпиаром, продвижением бренда, узнаваемости бренда и так далее. То есть это такой мостик между компанией и айтишниками. И это направление очень интересное и развивающееся. Сейчас Деврелов в России не так много, и постоянно многие компании ищут, начинают у себя Деврел и ищут специалистов. И как раз, вот знаете, на курсах вы делаете кейсы, которые потом могут пойти в резюме. И я вот тоже нанимала людей, и на это тоже в том числе обращают внимание. И если говорить про цифры, вот конкретно про ОТУС, не только про наш курс, да, тут всего больше там, ну, уже по 200, наверное, курсов, больше 600 преподавателей, действующих, да, как правило, практиков. Семь лет уже компания, давно на рынке, уже около 40 тысяч студентов. И многие студенты просто подписаны на канал ОТУСа, смотрят мероприятия и так далее. Так, я перед началом проверю, что в чате появились вот новые комментарии. И давайте прямо на минутку вернемся к моему комментарию про то, что какой у кого опыт войти и какие запросы на сегодняшнюю лекцию. Так, у Ксении опыт один год. Работает с менеджером, извините, что я в третьем лице, да, поскольку мы с вами пока не в Зуме, нет возможности живого общения, я прям зачитываю в третьем лице. Ксения работает менеджером по адаптации в департаменте обучения и развития персонала. И хочется узнать, как с помощью обучения повышать интерес сотрудников к работе. Супер запрос. Кристина четыре с половиной года занимается подбором и адаптацией IT-персонала и сейчас перешла на новое место, где все эти процессы нужно выстроить с нуля. Вот кому-то нравится быть болтиком в системе, да, уже в действующей, а кому-то выстраивать процессы с нуля. Вот мне больше процессы нравится выстраивать, поэтому, Кристина, очень за вас радуюсь, это интересное дело. И у вас как раз есть возможность, да, самостоятельно. Проложить этот маршрут с помощью как раз в том числе тех практик, про которые сегодня расскажу. Вот. Окей. Значит, мы начинаем погружаться в проблематику того, что компании нужно качать узнаваемость на внешнем рынке и быть привлекательным работодателем для своих текущих сотрудников. И сейчас многие IT-компании прибегают к помощи одеврелоспециалистов. И одеврелоспециалистов в России, наверное, там, я не могу сказать, но, наверное, они больше двух тысяч точно. Причем многие одеврелоспециалисты, они не чисто выделенные, да, эксперты по взаимодействию с айтишником. Кто-то из них там в HR работает там, и у него просто название, да, одеврела. Кто-то как ивент-менеджер организует конференцию условно, да. То есть я даже не знаю, как посчитать людей, которые называют себя одеврелом, но есть различные сообщества, где состоят около там, около тысячи участников в чате. То есть можно просто зайти в чат и познакомиться с большинством одеврелов русскоязычных. То есть эта профессия достаточно для России новая. И есть, конечно, первопроходцы. И я в конце поделюсь материалами. Как раз некоторые из первопроходцев до сих пор ведут блоги, например, Евгения Голева и Завита, и они дают тоже много пользы для тех, кто одеврел стартует. Ну, а мы начинаем с вами сегодняшнюю нашу лекцию. То есть обычно у нас уроки проходят более в интерактивном формате, но сегодня у нас с вами такой формат «Говорящий головой». Я надеюсь, вам будет интересно. И по целям, да, могу сразу сказать, что у нас, во-первых, мы с вами для начала вообще определим проблематику, да, то есть сориентируемся вообще в том, как айтишники видят работодатели и что для них важно. Это во-первых. Во-вторых, мы посмотрим, какие могут появляться активности в компаниях там на разных даже стадиях развития. Там у кого-то уже зрелая компания, нужно что-то подправить, да, добавить, например, не знаю, в сообщество, а кому-то нужно с нуля выстраивать. То есть мы посмотрим как раз, как это выглядит в системе. Вот. И посмотрим, как специалистов вовлекать в продвижение бренда, условно, как это, удерживать, да, через их искреннюю любовь к компании, вот как эту любовь разжигать через их поддержание там творческого, их творческого потенциала, через помощь в реализации активностей. Вот. И расскажу сегодня, буду по ходу дела делиться своими кейсами, потому что меня лично эта работа дико вдохновляет. Я очень горжусь себя людьми, с кем я успела поработать и с кем мы как раз делали такие креативные вещи. И постараюсь как можно больше упор делать на практику, а не на теорию. Я смотрю, комментариев нет, поэтому бегу вперед. Вы можете представить, что вы слушаете видео в скорости 1,5, потому что я правда стараюсь быстро говорить, стараюсь уменьшить темп. Вот. Вначале, перед тем, как мы перейдем, да, к конкретным инструментам, нам нужно понять проблему. Нам нужно понять, как айтишники в целом оценивают взаимодействие с компаниями. Нам нужно понять, какие тренды сейчас есть на рынке. То есть что модно в классических там биктехах, как появляется деврел-направление в более таких серьезных там промышленных, в том числе компаний, да, реальный сектор тоже начинает деврел строить. То есть мы немножко сделаем такое погружение, и дальше уже в нем будем ориентироваться. И начну я с примеров не совсем из-за IT-сферы, а в целом из мира HR. Вы наверняка могли слышать, либо вам попадалось, да, что существует несколько HR-премий. И, пожалуй, одна из самых крупных в России – это премия там от HeadHunter, премия HR-бренд, да. И вот буквально недавно в мае были опубликованы кейсы и выбраны победители среди всех компаний, которые делают HR-проекты. И там, если вы посмотрите внимательно список участников, вы заметите, что многие из них именно выстраивают взаимодействие с айтишниками. То есть это может быть как классическая IT-компания, так и компания, например, с айтиштатом, где айтишников какие-то единицы. И я вам сейчас покажу, ну, не сейчас, ближе к середине занятий, покажу на кейсах, как работает в таких и в таких компаниях, да, построение Adivriel. И если смотреть на тренды, вот очень кратко, да, я постаралась сформулировать то, что сама увидела. Во-первых, вы наверняка там, если вы работаете в рекрутменте, в HR-отделе, да, вы лучше меня знаете, что сейчас очень большой тренд именно на удержание. Потому что вот эти все банальные вещи мы и так знаем, да, что рынок узкий, кандидаты все более дорогие в найме, да, то есть, ну, что больше денег уходит на то, чтобы нанять одного специалиста, что конкуренция большая среди работодателей. Это все понятно, и поэтому компании стараются сотрудников удерживать через программы Wellbeing. И я сегодня немножко поделюсь, как айтишники уже, да, в барах или где-то в приватных обстановках обсуждают такие вот вияния, если можно так сказать. Во-вторых, вот кто занимается, да, адаптацией и обучением, вот как раз есть большой тренд на то, чтобы развивать таланты. То есть, ну, все чаще мы слышим понятие high-po, high-potential сотрудники, да, ну, такие прям потенциально перспективные, амбициозные, классные, заряженные. И high-pro, те, кто крутые профессионалы. Вот все чаще мы это слышим, и это даже видно через кейсы. И чтобы сотрудники реализовывали, наверное, свою потребность передавать знания, чтобы, да, обучались более молодые сотрудники, внедряются различные менторские программы. Это прям такой хороший тренд. И как раз в том числе через работу в отусе и в других компаниях многие, кстати, айтишники становятся тоже амбасадорами компаний, потому что многие работают в компании. У нас на курсе, например, Саша Галкина работает отиврелым менеджером в Яндексе, Соня в Альфа и так далее. То есть вот еще одно, еще один лайфхак для вас, да, отправить своего там коллегу в преподавателя, чтобы он тоже добирал, если у вас нет своих менторских программ, добирал опыт. Вот, но это ответвление. И третий такой фокус, да, это развитие систем информирования. Вот не знаю, как у вас, но у меня в компаниях крупных было всегда такое, что разные люди, разные отделы читают разные каналы связи, и плюс один и тот же текст они могут прочитать, интерпретировать по-разному. И компании сейчас стараются работать, да, с любыми аудиториями, находить с ними общий язык. И дебрел-менеджер, он как раз имеет компетенции, чтобы помочь внутрикому сформулировать те смыслы, которые прям хорошо понравятся, понравятся, да, и будут поняты, главное, айтишниками. И здесь у вас внизу будет ссылка, у вас потом будет презентация, вы сможете ознакомиться с различными кейсами разных крупных компаний. А вторая для нас аналитика даже более важная. Там мы говорили в целом про HR-проекты, здесь мы говорим про IT-рынок. И, пожалуй, крупнейшее там в русскоязычном пространстве исследование проводится ХАБР и ЭКОПСИ ежегодно уже лет пять точно. И вот покажу результаты последнего исследования за 2023 год. И там, как ни странно, были следующие тренды. То есть ожидаемо, не знаю, для вас или нет, но оказалось, что высокая заработная плата, она не входит в топ-3 критерий при выборе работодателя. Хотя это важно, но в целом можно, наверное, очень упрощенно сказать, что айтишники много зарабатывают, поэтому для них уже вот вступает в роль другие факторы. То есть они хотят гордиться там продуктами, которые делают. Они хотят классную развивающую среду, где у них есть понятный трек развития, где они видят там свои зоны развития и где они могут, ну, очень мне не нравится это слово, но оно прям хорошо отражает, проявляться, да, то есть свой талант как-то показывать миру. Вот. И, соответственно, да, как я сказала, качество продуктов – это, пожалуй, самый сильный критерий. А еще очень виден запрос на человечность. И подробнее вы сможете посмотреть вот в исследовании, его можно скачать по ссылке, а я сейчас в таком формате вам показываю, да, что есть там ряд критериев, на которые нужно опираться. То есть как вам использовать эту аналитику? Попробуйте посмотреть, насколько у вас данные факторы реализуются, и можно сделать это через опросы сотрудников. Либо, если ваша компания крупная, скорее всего, вы участвуете тоже в этом исследовании, обратите внимание, какие позиции у вас уже хорошие, а какие стоит усилить. И можно также заклядывать к конкурентам, чтобы посмотреть, почему у них там те или иные рейтинги. Вот. Это мы посмотрели критерии. И на самом деле могу сказать, что как раз DBRL активности, они помогают ударить сразу в топ-3 факторов, которые выбирают… по которым айтишники выбирают свою работу. И просто такие наблюдения, да, из чатов, где общаются DBRL-менеджеры, из разговоров. Во-первых, компании часто перестают даже со стендом ходить на внешние конференции. То есть это обычная практика, да. Есть эти конференции, где собираются там все компании со стендами. И почему-то все чаще компании отстраняются от этого и тратят деньги на свои бронтированные мероприятия. То есть это прям заметно, и очень многие компании так делают. Например, насколько я знаю, Альфа-банк вообще не ходит на какие-то дорогие конференции, где несколько миллионов стоит стенд. Они делают исключительно свои ивенты. Можно будет про это преподавателю Соню спросить. А еще есть тренд на присутствие в регионах, потому что понимаем, да, что в крупных городах очень высокая конкуренция у работодателей, и работодатели уже смотрят в различные регионы, потому что есть множество городов, где работают классные специалисты. Вот, и поэтому есть такой тренд. И чуть позже, может быть, если останется время, расскажу вам про лайфхаки. Вот, и если на... Так, я сейчас поверхность, да, показала тренды. Вот мы посмотрели, вам для ознакомления HR кейсы какие-то, можно посмотреть для себя, взять. Есть критерии, которые важны, и там важны как раз профессиональная среда, развивающая, там продукт, который делает компания. И вот то, что компания все чаще свои мероприятия начинает делать и смотреть на регионы более пристально. И плюс мы еще помним, что у нас многие айтишники разъехались, то есть в некоторых компаниях можно продолжать работу из-за границы. Там тоже наверняка есть свои какие-то нюансы. Вот, и вопросов пока не возникло, я побегу дальше. Соответственно, вот, это была первая часть, очень поверхностная, и сейчас будем погружаться глубже. Как вообще HR-специалисту, рекрутеру начать использовать какие-то вещи, которые для деврела являются рутинной некой работой? То есть, как правило, у нас деврелов, я не буду сейчас рассказывать про разовидности деврела, это прямо на курсе будет подробно, но у нас нет прямо в России нет выделенных деврелов, которые отвечали бы только там за технопиар, только за какие-то еще блоки. У нас большинство, большая часть деврелов – это некие дженералисты, то есть те, кто умеет делать там блоки и блоки разных задач. И как раз сегодня, возможно, вы увидите для себя, какие блоки вам наиболее интересны, какими вы не хотели бы заниматься. То есть бывает такое, что, например, не нравится много общения кому-то или наоборот нравится. То есть есть различные критерии, как вы понимаете, ваша или не ваша профессия. И сегодня попробую как раз рассказать. И да, перед тем, как мы начнем, дадим такое прям супер краткое поверхностное определение, что человек, который вообще отвечает за девелоперс-релейшнс, то есть за отношения с аудиторией разработчиков, он вообще отвечает за технический пиар, в том числе, и коммуникации между компанией и конкретными людьми, конкретными айтишниками. И как раз нам в нашей работе, если возвращаться к теме, чтобы не схантили, нам важно, что деврел, как я сказала, он не влияет на премию, на зарплаты. То есть он убеждает исключительно силой своего таланта. То есть насколько он умеет, насколько у него подвязан язык, насколько он умеет мотивацию человека выявлять и под нее активности предлагать, настолько этот человек будет успешен. Также деврел-специалист – это тот, у кого всегда очень много задач. То есть, как я сказала, блоков задач очень много. Это и мероприятия, и там ведение соцсетей внешних, внутренних каких-то корпоративных. Часто бывает дайджестов или еще источников информации. Это постоянно подготовка спикеров. А во время там сезона, да, когда у нас сезон там в основном осень-весна, но сейчас еще лето-зима тоже подключается, это постоянное присутствие на каких-то важных конференциях для там целевых аудиторий ваших. И как раз поэтому ресурс ограничен. И деврел-активности, про которую я расскажу сегодня, они тоже помогут этот ресурс, если можно так сказать, восполнять за счет наших любимых сотрудников, которые тоже и рады активничать и делать какие-то интересные проекты. Вот. И еще есть такой нюанс, что IT-мир достаточно узкий. То есть, как ни парадоксально, но многие айтишники, да, одного профиля особенно, они между компаниями часто общаются. Ну, это ни для кого не новость. Они говорят, например, что в этой компании скучные задачи, я туда не пойду. В этой компании там они используют устаревшие технологии, у них легоси, у них там полный бардак в процессах, я туда не пойду. И вот эти слухи, они... Даже никто не знает, откуда они взялись, но они множатся. И деврел-направление как раз про то, чтобы инженеры инженерам рассказывали хорошее. То есть, что у нас, например, слышат, если мы хотим там внедрить какие-то новые технологии. Нас слышат, если мы хотим там фичу в проект, в продукт добавить и так далее. То есть, эти слухи, да, они как раз в том числе влияют на то, насколько у вас широкая воронка кандидатов, да, на вход в компанию. Так, сейчас посмотрю в чате. Да, нормально все. Соответственно, вот, это перед началом нам важно понять. И еще очень важный момент, неочевидный для менеджеров, прямо неочевидный, что деврел напрямую не может отвечать за наем сотрудников. То есть, он, конечно, может проводить наймовые мероприятия. Он везде рассказывает, какая компания классная, куда там конкретный там его визавит, да, может приземлиться в плане вакансий и так далее. Но он не может прям быть ответственным за то, что мы сходим со стендом на конференцию TeamLead.conf, и с нее мы наймем пять классных TeamLeadов. То есть, а таких метрик, как правило, нет. Ну, иногда есть, но это отдельный вопрос. И часто бывают метрики процессные. То есть, на сколько там деврел, сколько мероприятий провел, да, какие охваты, какая конверсия в резюме, как измеряются метрики там найма, да. И чуть позже покажу классный источник, где можно посмотреть все многообразие метрик, на которые деврел влияет, но комминтится, да, то есть брать обязательства он скорее не может. Поэтому это такой важный дисклеймер. И у нас есть с вами такой момент, что, как я сказала, у деврела нет влияния на зарплату, но он мотивирует людей, в том числе поощряя их за активность. И компания, чтобы человек не чувствовал себя обиженным, да, чтобы он чувствовал, что его в компании ценят, любят, чтобы была вот эта причастность к компании, это все, да, связано с удержанием человека. Вот компания часто применяют стандартные способы. Дает мерч, хвалят публично в корпоративных ресурсах, награждают на мероприятиях, отправляют в командировки либо на какие-то конференции. Вот, и знаете, что самое главное в работе деврела, то есть как он удерживает людей. Он удерживает людей через мотивацию. То есть сейчас сделаю превью, дальше перейдем к следующему слайду. Человек, когда он работает на своих рутинных задачах, на рутинном проекте, он работает из года в год, то есть в идеальном мире, да, и ему становится банально скучно. Либо он не растет, у него нет каких-то кейсов, которые могли бы обосновать повышение. Либо у него могут быть свои мотивации. Банально ему бы хотелось, например, не знаю, там, маме, жене скинуть фотографию со сцены, как он выступает, да. То есть у людей бывает разная мотивация. Но есть прям такая формула, которая позволяет проверить, насколько человек в работе замотивирован. То есть вам, скорее всего, приходится с таким работать, и как раз это то, что влияет напрямую на удержание. То есть смотрите, вот из книги Drive, где собрано очень много материалов про мотивацию человека, много исследований перечисляется, я ее рекомендую прочитать, там есть формула, состоящая из трех вещей. Человек будет у вас работать и не будет быстро увольняться, если у него, как правило, в работе есть три вещи. То есть, во-первых, у него есть некое ощущение мастерства, того, что он профессионал, да. То есть то, что человек развивается, то, что он уже хорош. Вот это чувство, это первая составляющая вот этой формулы мотивации, которая удерживает. А вторая часть – это автономность. То есть то, насколько человек вольно самостоятельно, там, делать задачи, насколько у него там мало микроменеджмента или, надеюсь, его вообще нет, да. И человек хочет понимать, что он свободен, что он инициатор своих действий. И это вторая составляющая. И третья составляющая – это то, что человек работает в какой-то группе. То, что он в социуме, в команде, в сообществе, или он принадлежит, именно он связан с людьми. И как раз вот эти три вещи в работе, если они соблюдаются, то, как правило, человек работает-работает, и пока его там устраивает зарплата и не появляется каких-то более интересных предложений, он даже не думает о том, чтобы сбежать. И как раз с другой стороны, если что-то из этого выпадает, то человек очень быстро уходит, в том числе даже на этапе адаптации. То есть когда новый человек пришел в компанию, и он видит, что, например, у него руководитель лезет с микроменеджментом, он может уволиться. Если он, если его постоянно, например, если он работает в разработке, а бизнес его условно оценивает, если ему говорят, ты вообще там ничего не понимаешь, свои аналитики, ты там вообще плохой, ну, продукт у тебя плохой и так далее, то есть если он постоянно такое слышит, и это необоснованно, то это подрывает его мастерство. И это тоже может выпадать, да. И если человек, например, зарыт в своих задачах, пусть у него там есть даже какие-то ритуалы типа там Дели и так далее, но если он сидит дома и исключительно сам с собой там как-то код пишет, тогда он тоже может выпадать. И как раз вот в этом случае нам помогает Деверел активности. То есть они помогают где-то дать человеку признание, да, почувствовать себя профессионалом, где-то почувствовать свободу действий, что вот мы тебе там доверяем, там, не знаю, сделать для нас какое-то мероприятие. Или почувствовать общность, что человек, например, если он активный, если ему интересна какая-то такая деятельность дополнительная, как выступление, как обучение других, просто, да, вклад в комьюнити ему интересно делать, то тогда, если у него нет такого общества, он отваливается, и вот это компенсировать может как раз сообщество. То есть через эту формулу можно проанализировать то, как у вас в компании сейчас, у людей работа выглядит, и все ли из этих критериев там есть. И на самом деле на курсе мы говорим больше подробнее про мотивацию, но в чем посыл? Мы с вами говорим, да, как делать так, чтобы людей не схантили. Сейчас расскажу ответ на этот вопрос вселенной там и всего такого, да, но перед этим скажу, что у каждого человека, девре, который работает в девреле, как правило, есть свои истории, как к нему подходили и говорили, что я вот хотел уволиться, но ты меня вовлек в какую-то, не знаю, выступить с докладом, и я вот уже задержался, хотя хотел уходить, потому что я там рассказал свой кейс, я хочу через год повторить, да, то есть что изменится, это первое. Второе, у меня было, что человек попал в сообщество, и его там настолько стали, знаете, вот подполнять, да, вот этим признанием, чувством общности, вот этими условными критериями с предыдущей формулы, что он тоже остался, хотел, хотел увольняться. И вот на метриках это сложно посмотреть, насколько именно Диврел активность влияет на мотивацию, но я знаю точно, когда я работала в компании Hibur Digital, в IT-части, у нас там среди активных амбассадоров, у нас все работали долго, хотели строить действительно крутую компанию, и люди настолько вовлекались, и они проникались в любовь, то есть это сложно оценить количественной метрикой, да, что мы там сократили уход сотрудников там на 2% в год, но качественно обратная связь становится совсем другой после того, как вы начинаете фокусную деятельность в Диврел направлении. Вот, и конкретно, да, если мы прям поговорим по пунктам, во-первых, да, как я сказала, человек получает признание, если он вовлечен в какую-то дополнительную к работе деятельность, такую достаточно творческую, достаточно развивающую, это во-первых. Во-вторых, человек может вырваться из рутины, когда вы, например, приходите к нему, зовете спикером, или мероприятие поделать, или там на стенде поработать, или побыть ментором для кого-то, бадди, понбордить новичков и так далее, то есть человек может вырваться из рутины, немножко другим взглядом посмотреть на свою компанию и выйти из привычного круга общения, там, если он в команде в одной сидит, и общаться, дать ему возможность общаться с большим количеством людей. Вот, дальше, если у человека, есть такая проблема, что его не повышают, потому что кажется, что кейсов нет, что непонятно, то есть какие у него компетенции выросли, производительность, то человек может, например, залидировать какую-то активность, у меня такие кейсы в практике были, и получить как раз тот самый опыт, чтобы податься на какое-то повышение. То есть, был у меня пример, что человек стал лидировать направление, которое занимается работой со стажерами. То есть, в большой компании Сибур там блестящие стажерские программы, все системно, структурно, то есть, молодежь приходит, их сразу там вовлекает, да, а в IT-части такого не было, там, скорее, были разрозненные стажеры, там, мало кто из менеджеров знал, что можно себе стажера нанять, и был человек, который прям залидировал вот эту всю движуху, и для него это тоже такой опыт, в том числе, чтобы показать себя, как тем ли да, если он пока еще не занимает руководящую должность, то есть это дает ему возможность продемонстрировать его какие-то компетенции. Дальше важно, что человек на работе, он не может быть только какой-то гранью себя, то есть всегда педантичным, там, условно, в хорошем смысле душным, каким-то еще, да, у него всегда есть какая-то дополнительная часть, например, он, вот у меня были очень классные коллеги, кто-то из них, например, организовывал на столке, кто-то выезжал, там, организовывал выезды, там, ролевиков, если вы знаете такое, когда переодеваются в рыцарские заспехи и так далее, там что-то делают, вот, и у многих людей были такие хобби, которые можно было бы привнести, чтобы добавить немножко жизни в компании, и в том числе были классные спортсмены, которые как раз вдохновляли, там, заниматься спортом, бегать и так далее, вот, и когда у людей появилась возможность, прям такая площадка, где они могут проявлять свои таланты, люди тоже стали, ну, отзываться гораздо теплее о компании, и прямо говорили, что, да, теперь я чувствую, что я прям на работе, это действительно я, а не какая-то часть меня, как бы глупо, наверное, это не звучало. Дальше, прям, самое мое любимое, различные дибрил активности, да, такие, как, ну, когда вы отправляете человека выступать, писать статью про продукт, или как-то взаимодействовать еще с кем-то с рынка, да, говоря о вашем продукте, человек начинает больше к нему привязываться и чувствовать своей какой-то ответственности, вовлеченности, и ему становится действительно важно показать результат, даже если до этого он был таким рядовым исполнителем, да, ему важно там условно перед пацанами похвастаться, что он вот там за год, например, заменил там хранилище там базы данных или что-то такое, то есть сделал крутой кейс, и для него большую важность работы получает, и это очень влияет на качество работы, а еще я вот в этом списке не внесла, но очень полезный плюс, что когда мы начинаем рассказывать публично про то, что мы делаем, мы можем быстрее обратную связь получить, то есть это прям влияет на качество продуктов, которые компания разрабатывает, это если вам нужно, да, лайфхаки, чтобы увидеть руководство инвестировать в это время. Как еще, да, удерживают конкретные дириал активности? Они, естественно, развивают нетворкинг внутри компании, что тоже, кстати, сказывается на скорости процессов, скорости разработки, согласований, каких-то еще вещей, и это достаточно неочевидная вещь, то есть от нее тоже эффекты очень сложно померить, но она есть, действительно, люди начинают узнавать, кто где работает, и в итоге, да, когда у вас есть развитая такая сеть ваших агентов, да, так называемых, там, амбассадоров, да, спикеров, как угодно их можно называть, вы можете с большей эффективностью дотягиваться до самых разных уголков своей компании, потому что, когда человек в своей команде рассказывает что-то, это совсем не то же самое, что он прочтет на почте, вот, и еще позволяет, дириал активности позволяет человеку прокачать какие-то западающие зоны развития, потому что наверняка, даже если вы недавно войти, если вы давно войти особенно, вы замечали, что некоторые есть крутые специалисты, которые пашут с утра до ночи, про них мало кто знает, тогда как бывает такое, и вы, может быть, с этим сталкивались, что более оговорливые коллеги, кто чаще там презентует свои результаты и так далее, они чаще получают повышение, да, и вот про этих звезд, про первых там мало кто знает, а вторые гораздо быстрее в карьере растут, и как раз вы через дириал активности даете возможность первым развить какие-то навыки, то есть какой-то публичности, говорения, различные софтовые навыки вроде эмпатии, да, банально, то есть как это влияет на работу опосредственно, но влияет, и это все то, как можно, как дириал активности помогает удерживать людей, и еще последнее, да, что позволяет гордиться и с гордостью рассказывать о своей работе людям, потому что, если ваша компания делает какие-то рядовые продукты, то человек, скорее всего, будет достаточно к нему равнодушен, условно, зачем мне сейчас напрягаться, делать там, не знаю, мобильное приложение для банка, вдруг, например, у нас что-то не получится, я спокойно иду в другую компанию, то есть никакая разница, где код писать, то есть дириал активности, они помогают выстраивать именно такую идентичность, что я сотрудник компании, я ее лицо, я ее представитель, это тоже укрепляет очень отношения, вот, и, соответственно, есть еще такой нюанс, что дириал активности, это банально весело, то есть дириал активности, да, это выступление, мероприятия, что-то еще для людей, они, как правило, нерабочие, и люди не будут тратить время на то, что им не интересно, но говорю вам, что люди с удовольствием на хорошие вещи тратят время, и это даже бывает очень весело, вот, и у нас с вами было такое кликбейтное название, и я могу прямо сказать, что действительно дириал активности помогают сделать так, чтобы человек больше был привязан к компании, да, по факторам, которые мы только что рассмотрели, но есть такой нюанс, что у нас отменили, ладно, не буду так говорить, что человек волен сам выбирать свое место работы, и от компании, где люди не вкладываются, где в риал, в отношении разработчиками, я слышу такое, что я вообще ничего не ищу, но мне тут так скучно, я бы, если что, посмотрел, то есть нет какой-то прям связи с компанией, то есть прям человек отдельно, компания отдельно, я просто, мне там в джир кидают задачки, я пишу код, как бы нет никакой эмоциональной привязанности, вот, и когда ее нет, если человек выходит на сцену, конечно, если ему, к нему подходят в куларах и говорят, что мы тебе там в два раза больше заплатим, приходи к нам, конечно, скорее всего, он придет, и тут мы ничего сделать не сможем, и именно этим, как правило, какие-то нанимающие менеджеры, руководители компании, которые не верят в Деврил, они обосновывают, то есть зачем мы сейчас будем человека отправлять на конференцию, да, спикеров, если у нас банально уведут, но, но вы же понимаете, что есть, но человек и без того, и без конференции может уйти, он может уйти, если мы не даем ему какой-то реализации, то есть если он выполняет банальные задачи, которые давно перерос, он и так уйдет, даже если вы его показывать не будете, если вы его зумруете, если вы ему там из премии будете вычитать, если он там общается, в каких-то сообществах или что-то такое, то есть есть такой нюанс, вот, и многие компании выходят из такой ситуации, если они не хотят показывать своих спикеров тем, что на сайте, на презентациях и на конференциях, например, не дают публиковать фамилию своего спикера, но тем не менее, если вот особенно вы в рекрутинге работаете, вы знаете, что найти можно в принципе любых человеков, людей, вот, поэтому это тоже на 100% не работает, вот, то есть в нашей зоне ответственности создать вот эту эмоциональную связь, именно выставить коммуникацию с человеком, с этим сообществом, и с одной стороны у Деврела есть задача удержания, то есть чтобы уже пришедшие люди у нас работали, и задача найма, чтобы у нас постоянно была воронка, через которую мы сильных людей быстро и, ну, относительно дешево можем себе нанимать, то есть как раз на этом сфокусирована работа Деврела, и как правило в компаниях, которые входят в топ рейтингов IT-работодателя, там достаточно долгий срок жизни сотрудников компании, но там при этом, да, понимают, что сотрудник в любой момент может уйти и работают над тем, чтобы воронка тоже была, вот, и как раз поэтому я считаю важным выстраивать систему, прямо именно систему, которая будет работать, во-первых, с удержанием, потому что это наша база, да, как мы в трендах видели, волбинг-программы, они очень большое значение имеют именно такие программы, чтобы сотруднику хорошо в компании было. И уже поверх этого фундамента можно вкладывать в следующий, да, этап, вот этот внешнее продвижение, рассказ про бренд. Там про внешний рассказ это можно просто бесконечно рассказывать, но там тоже есть свои интересные нюансы. Но если подытоживать мысль, да, если вы пришли и мы вас обманули, да, названием, простите, правда, не хотели, но просто чтобы не схантили, нужна эмоциональная привязанность. И сейчас покажу, за счет каких инструментов мы можем ее достигать, если мы работаем в HR, в Крупкоме или прямо непосредственно в Диврил. Вот у нас следующая часть. Если у вас есть вопросы, тоже пишите, я буду в чате смотреть. Пока что все нормально, у меня вопросов нет. Да, нет. Вот. И, естественно, у нас, как я сказала, есть Диврил-менеджер, который за многие направления отвечает, и он, естественно, формирует стратегию. То есть, когда вы только начинаете выстраивать эти фокусные отношения с айтишниками, да, вы должны выстроить коммуникацию и внутри, и снаружи, но для этого вам нужно понимать, какие проблемы есть сейчас. То есть, вы анализируете на основании метрик, на основании обратной связи сотрудников, потенциальных кандидатов, вообще проблемы, и понимаете, какие из них вам, в первую очередь, нужно закрывать. Вот. И уже сопутствующие дела, да, это формирование того, как вы вовне будете выстреливать, то есть, это будет какой-то условно статьи на хабр, выступление на конференциях, паблик в Телеграме, да, или карьерный сайт, и может быть, очень большой набор инструментов, но они все решают определенные бизнес-задачи. То есть, мы помним, что компания зарабатывает деньги, и мы помогаем компании это делать, да, либо экономить, либо срабатывать. Второй блок работы – это развитие внутренних программ, и это как реферальная программа, да, когда один другого рекомендуют, и про них наверняка кто-то из вас лучше меня знает, но расскажу именно, как Диврел на них влияет. Это амбассадорская программа, для меня это самая важная вещь во всей Диврел-стратегии, то есть, ну, ладно, по ходу дела расскажу, что это такое. Еще может быть запуск системы профсообществ в компании, и плюс, знаете, профсообщества, они объединяются вокруг какой-то технологии, региона, интересы и так далее, и можно как собственное развивать, так и контрибьютик, вкладываться во внешнее сообщество, потому что по питону, по джиэс, по каким-то технологиям, языкам программирования, есть свои большие комьюнити, у них там сотни тысяч человек уже своего, условно, да, состава, и можно с ними дружить и через них нанимать классных людей, но про это тоже есть нюансы, расскажу, вот, и еще блок работы, это организация внутренних и внешних мероприятий, мероприятий, и дело это достаточно затратное, поэтому, если вы там не Т-банк, не какой-то крупный, да, бизнес, вы не сможете прям очень много денег на это тратить, поэтому вам первонаперво нужно определить воли, цели, и уже их пойти фокусно решать, и смотрите, я сейчас привела блоки, и сейчас я для вашей насмотренности, идей, буду показывать кратко, как выглядит блок в работе, и плюс к некоторым слайдам будут прилагаться ссылки, вы в презентации сможете подробнее познакомиться с информацией и себе в работу взять, потому что там где-то есть прям артефакты, которые вы можете взять и внедрить, где-то описаны, например, процессы, как сделали там из одного другое и так далее, то есть вы про это про все сможете посмотреть. Я сейчас буду рассказывать очень верхнеуровнево, и попрошу вас, кто сейчас онлайн смотрит, либо если кто в записи будет смотреть, пишите мне в личку, попрошу вас задавать вопросы по ходу дела, когда у вас будут возникать вопросы. И если будут дополнения, то тоже супер, пожалуйста, делитесь своим опытом, это и вам помогает укреплять лучше знания и другим вашим опытом обогащаться. Все начинается у нас с аналитики. Я прям очень люблю такой дата-драйвинг подход, когда мы смотрим на числа и смотрим, какие у нас метрики проседают. То есть у нас в названии урока написано там, чтобы не скантили, да, то есть это метрики удержания, скорее всего. И не буду вам сейчас открывать, есть таблица, точнее, карта метрик open-source, то есть наполняемая сообществом в инструменте мира. Не знаю, вы, наверное, увидите, не буду тогда переключаться, но, в общем, там собраны различные метрики, как долгосрочные метрики, так и краткосрочные, на которые могут влиять и чар-специалисты, и деврелы в том числе. И это первый этап анализа, то есть мы выбираем в идеале там топ-3 метрики, на которые мы хотим повлиять. То есть если мы говорим про удержание, то что это может быть? Средний срок сотрудников компании, там, не знаю, ну, в общем, метрики связаны с удержанием. И метрики найма вы смотрите, то есть там средний срок закрытия позиций, процент отказа от оффера, что-то еще. Вот. И выбирайте прямо метрики, в которые вы будете целиться. И с помощью этого как раз вы сможете определить, в какой ситуации вы сейчас, то есть точка А, и в какую точку Б вы хотите прийти. Кстати, на курсе мы прям кейсы решаем, поэтому сейчас я не буду на этом останавливаться, но вам важно понять проблематику, да, то есть напомню, что бизнес – это коммерческая структура, вы либо зарабатываете тем, да, вы зарабатываете тем, что экономите, по факту, на найме. То есть вы как можно быстрее закрываете, то есть меньше денег тратите на одну позицию, вы избегаете затрат на адаптацию, удерживая сотрудника, то есть вы напрямую влияете на деньги, на флот, на прочее, да, в своей работе, если вы работаете с людьми. И поэтому как раз важно именно составлять стратегию на основании каких-то конкретных метрик, которые бизнесу конкретный выхлоп скорее всего принесут. Вот. И уже под выбранные метрики мы определяем инструменты влияния. То есть есть такие инструменты, которые и на найм, и на удержание влияют, а есть те, которые только на что-то одно. И подробно попробуем успеть разобрать, да, хотя бы ключевые из них. И если говорим про продвижение вовне, самый дешевый способ это разослать своих классных спикеров по всем возможным конференциям, где вводится ваша целевая аудитория. То есть если у вас есть уже опытные спикеры, вам очень повезло. Если таковых нет, вам нужно их выявлять среди экспертов и помочь им подготовиться. Но по факту вы можете начать с того, да, что вы можете сформировать план присутствия на внешних мероприятиях. И это могут быть как мероприятия для общей узнаваемости, да, чтобы айтишники узнали, что есть такой-то бренд и туда можно идти работать. Либо на какую-то узкую аудиторию, например, вам до конца года там 100 фронтендеров надо нанять, да, поэтому вам нужно в их места обитания идти. То есть вы формируете план присутствия на внешних мероприятиях. И есть такая классная табличка, ссылка на которую у вас будет. Она как раз собирает в себя все там метапы, конференции, где можно принять участие как спикерами. То есть возьмите себе в копилочку, посмотрите, какие конференции есть и знайте, что уже на осенний сезон на большинство крупных конференций прием заявок закончен. Но можно обращать внимание на, во-первых, на региональные конференции, которые в разных городах проходят, там Омск, Екатеринбург, там Санкт-Петербург, там Москва, не буду называть, Саратов, Ульяновск, сейчас очень крупный хаб. Вот, то есть посмотрите на эти конференции, если вы не успели на крупные податься и смотрите на метапы, куда ходит ваша целевая аудитория. Это первый такой пункт. Так, сейчас вопросов не было. Дайте ссылку на миросметрик. Ага, очень полезный. Давайте сразу дам прямо в чате. Так вот, знаю, что вы уйдете смотреть, но думаю, что это допустимо. Итак, то есть план присутствия на внешних мероприятиях. И если вы понимаете, что вам все-таки важно, да, на каких-то крупных конференциях появиться как минимум в качестве докладчика, как максимум в качестве спикера, уже цельтесь в зимний-весенний сезон, особенно если у вас нет каких-то готовых спикеров уже с конкретными кейсами докладов. Единственное, что знаю, если вы работаете в промышленности, на Industrial Plus Plus еще или уже нет. В общем, на некоторую конференцию еще можно подаваться, если вы мне зададите вопросы конкретные, я могу вам подсказать какие-то мероприятия. Но в целом они собраны в таблице, и у вас ссылка будет в презентацию, которую мы вам разошлем. И если говорить про Industrial Stratégию, говорить про нее можно очень много. Это очень важная, достаточно сложная тема придумать целую стратегию, представляете, да, то есть краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная. И в Отусе было два урока, я их раза два минимум смотрела, они дико полезные. Это в прошлом мае Саша Галкина, которая руководитель курса и суперопытный Диврел, она проводила их, и можно их найти на Ютубе. То есть я тут ссылки не прикрепляю, но вы можете найти Диврел в роли стратега, Диврел в роли тактика, и там как раз рассказывается, как действовать Диврелу, который только пришел там в компанию, либо только стартует Диврел в своей компании. Там очень много полезного, там разобрана воронка найма, то есть на каком этапе, какие активности у нас должны быть, и какие метрики соответствуют этой активности. Поэтому я не буду сейчас на стратегии останавливаться, это очень тема широкая. Посмотрите уроки, и если интересно, приходите на курс, продолжайте углубляться. Вот. И это первая часть работы Диврела. То есть это, как правило, Диврел-менеджер, человек либо с опытом, либо которому доверяют в компании, который может стартовать. Целое направление. Это то, что вы можете взять себе, да, то есть Диврел-стратегия, она может включать в себя как план присутствия на внешних мероприятиях, так и вот следующее, что я вам расскажу. Про реферальную программу, скорее всего, HR-специалистам я ничего нового не расскажу, то есть прям вообще ноль нового. Но в чем вам может быть полезен Диврел, если он у вас в компании есть, либо какие можно инструменты дополнять, чтобы именно с айтишниками лучше коммуницировать, и чтобы им прям вот уже наконец-то донести, да, что есть классная реферальная программа и можно рассказывать своим знакомым, это как раз вам может помочь сделать Диврел. И в том числе Диврел может помочь, навык, да, область, я имею в виду Диврел-область, Диврел-область может помочь узнать, если сотрудники не рекомендуют вашу компанию, хотя у них есть там потенциальные кандидаты, да, почему? То есть это тоже отличная обратная связь для того, чтобы вы свою стратегию реформировали. И вот конкретно, да, как человек по, если можно так сказать, по связям с айтишниками, может помогать в рефералке, он, естественно, распространенность обеспечивает, то есть прям доносит до целевой аудитории информацию, что смотри, там, у нас такая-то реферальная программа, тебе у нас сейчас такие-то вакансии, мы ищем, да, людей на такие-то вакансии, тебе такие-то плюшки. Окей, это вот эта первая часть. Дальше он там через комьюнити, через сообщество может продвигать информацию, может делать, так, он может делать мероприятия в поддержку, например, реферальная программа, если вы ее только стартовали, если мероприятие, если вы хотите обратную связь получить, то есть что в ней не так, потому что я, например, как человек, да, из айти, я сталкивалась с тем, когда работала скроммастеров, что я привожу людей по рефералке, а их потом неделями, там, например, могли не брать и не отвечать, да, то есть можно мероприятие делать как раз, чтобы узнавать причины проблем, почему люди по рефералке не идут, либо наоборот, да, порадоваться, что идут и наградить, там, условно, да, топ, там, как, знаете, макетинг, сетевой маркетинг, когда ты, когда у тебя сеть людей, то есть кто больше всего людей привел, тех прям честным, награждаем и так далее, то есть это элемент гиммификации, то есть программа, да, такой дополненной мотивации, вот, и Деврелл может помогать мотивационную часть разрабатывать, потому что он очень хорошо понимает потребности своей целевой аудитории, то есть это айтишники, и он как раз по ним может давать хорошие советы, как рефералку усилить, потому что, если, например, условно, там, деньги не работают, можно что-то еще дополнить, если что-то еще не работает, что-то еще дополнить, и Деврелл, как правило, он общается с другими коллегами на рынке и может принимать опыт очень быстро, хотя и частые, конечно, тоже так делают, но просто Деврелл рынок уже, там банально бывает проще найти людей из нужной компании. Так, пока вопросов не было. Короче, про рефералку поговорили, что Деврелл тут может очень хорошо помогать. Самое мое любимое, самое горящее, самое потрясающее это амбассадорская программа. То есть, это когда мы систематизируем деятельность наших спикеров, авторов статей, да, прочих специалистов, которые, которые являются лояльными сотрудниками компании и лицом бренда, вот когда мы систематизируем работу, это на самом деле облегчение работы всех и тех, кто за вовлечение, удержание отвечает, это немножко разное, да, и за задачи найма это прям максимально большая помощь, поэтому я рекомендую в компаниях внедрять амбассадорскую программу. То есть, как правило, есть какие-то спикеры, которые разрозненно где-то выступают, как правило, кто-то может быть даже статьи из айтишников пишет, кто-то в свои телеграм-каналы ведет, почему нет, кто еще как-то, ну, делает вклад в айти-сообщество, и вам важно найти таких людей и замотивировать общие идеи. Общая идея должна быть вдохновляющая, продвигающая, прям, чтобы люди хотели в это вкладываться, да, потому что какой резон человеку, например, для вас посты писать, если он у себя в канал пишет, да, то есть его нужно замотивировать. И как раз здесь в амбассадорскую программу, я уже делала, кстати, открытый урок, если интересно, погуглите именно АТОТУС, амбассадорская программа, как ее запустить, что-то такое. Там рассказывала подробнее, ну, какие блоки уработать в РЕЛО тут, да, во-первых, это выявление форматов, то есть в каких сущностях нам нужны амбассадоры, то есть нам нужны авторы статей, нам нужны внутренние менторы, нам нужны преподаватели на курсы ОТОС, чтобы про нас там больше студентов узнал, да, на рынке, если мы джунов нанимаем или медлов, в общем, какие-то такие вещи должны быть определены. Дальше ДВРЛ помогает выстроить обучение для спикеров, авторов и прочих, так сказать, специальностей амбассадоров. И здесь можно обойтись как собственными силами, если у вас там небольшая компания, либо нет бюджетов, либо нанять какие-то специализированные агентства. Я вот не знаю, насколько корректно рекламировать, я хорошо знаю бюро Глагол, они с айтишниками работают, и еще мне нравятся некоторые тренеры, король говорит. Вот, но я когда лидировала, еще до того, как стала ДВРЛом в компании, когда я лидировала спикеров, я сама проводила обучение, сама находила какие-то упражнения, задачи, материалы, проводила внешних спикеров, то есть важно просто ввязать всю эту систему. И это, естественно, то, как можно решать проблему, если у вас ресурсов нет. Дальше очень важно это формирование именно сообщества, то есть помните, мы с вами про мотивацию говорили, вот важно вот эту общность сохранять и строить комьюнити. На следующих слайдах поговорим подробнее, пока просто запомним как факт, что амбассадоров нужно объединять в единое сообщество. Дальше их деятельность, вот этих прекрасных ребят, нужно систематизировать, как-то выстроить процессы, программы мотивации, на каких этапах, какие вещи мы с ними делаем, да, и добавлять некую геймификацию, чтобы людям было интересно участвовать. И еще такая важная рекомендация, вот амбассадорская программа, это напрямую может быть KPI Диврела, либо HR, который занимается амбассадорской программой. Вот, и здесь важно выделить метрики, которые вы будете отслеживать, то есть это количество участников, процент, насколько охвачено, да, компанией там, ну, то есть сколько процентов компании, амбассадоры, и так далее, то есть вы в зависимости от задач бизнеса, от своих собственных, да, более выявляете вот эту проблематику и отслеживаете метрики именно по ней. И процессные метрики тоже имеют место быть, то есть насколько регулярные мероприятия проводят сообщества амбассадоров, насколько они часто встречаются, коммуницируют, пересматривают планы и так далее. То есть второй этап в работе Диврела это амбассадорская программа. И на рынке есть несколько кейсов, позже расскажу примеры, но вы можете для своей отрасли посмотреть, да, например, коллег, например, часто такое бывает возможно. Вот, и для удержания, именно для формирования такой эмоциональной связи с компанией, на мой взгляд, это самая важная вещь. То есть вы прям назначаете человека, да, вы даете ему титул, ты теперь лицо компании, мы тобой гордимся, мы тебя вот так вот прославляем, мы тебя вот так вот награждаем, мы тебе руки Диврела даем там на какие-то твои идеи, на воплощение твоих идей и так далее, и так далее. И это настолько сильную связь составляет, что вот представляете, я собиралась уволиться, но у меня было настолько удерживающее сообщество амбассадора, что я еще несколько месяцев потом работала и работала и работала. То есть это вообще, это удивительная вещь, удивительная. И еще Диврелы могут запускать программу Рекогнишн, да, то есть название такое прижилось просто почему-то, но вообще это программа направленная на то, чтобы человеку призвание дать. И у призвания есть несколько вещей, которые нужно сдать, да, что признание должно быть фокусное конкретному человеку, что она должна быть не абстрактной, а конкретно за что, и так далее, чтобы человек реально ощутил вот это признание. И как раз Диврел может помогать, как мы уже с вами, да, чуть раньше видели там мерч давать, публично хвалить и так далее, не буду перечислять. То есть Диврел может помочь стартануть вот эту программу и прямо ее систематизировать. Когда я работала в Сибуртиже, то мы даже боты делали, и после этого у меня был опыт в одной компании, там я, ну я на фрилансе, я в апреле делала стратегию там амбассадорского сообщества и в дополнение программы геймификации, и мы там тоже внедряли какие-то HR тех инструментов, да, ботов и так далее, которые помогают разгрузить немножко человека, который с этим работает. Дальше очень удерживающая вещь – это люди. Вы наверняка по себе это знаете, то есть от коллег очень сложно уходить, если они нравятся, и очень легко, если они не нравятся. То есть люди для нас самые такое удерживающие. И есть тренд на то, чтобы компании развивали собственные там сообщества, гильдии. Это может по-разному называться, но в чем суть? Это общество людей, энтузиастов, объединенных общей целью и интересами, да, и они, как правило, вносят какой-то вклад в работу компании. И такие сообщества бывают совсем разные, то есть они могут быть внутри в компании, могут быть гибридные, да, то есть ее ведут внутренние сотрудники, а еще и внешние там к ним как-то причастны могут быть, да. Бывает вокруг языков программирования различные сообщества, бывают локальные, региональные сообщества и так далее. То есть это просто примеры, есть тренд вот как раз на удержании через вот этот инструмент. И если вы хотите начать делать свои сообщества, я сейчас покажу книги и источники, где можно подробнее про это посмотреть, но пока скажу, что есть такой артефакт Community Canvas, который, как если вы знакомы там с продуктовым проектным управлением, вот есть одностраничник, который нам говорит про бизнес-идею, что нужно продумать, чтобы бизнес-идею собственнику представить. Вот это то же самое, только для Community. Я их делала неоднократно, их можно адаптировать под контекст, какие-то блоки дополнять, менять, но этот шаблон очень полезен, чтобы вы все нюансы на старте Community учли. И самое важное, вот если у вас, да, как у HR-специалиста есть запрос на то, чтобы в компании такое появилось, вам важно убедиться, чтобы у сотрудников тоже был на это запрос, потому что иначе эта деятельность абсолютно впустую. И подробнее про направление Community Management можно либо почитать на книгах, ой, в книгах, да, вот две такие русскоязычные книги, вы в презентации потом их сможете найти, естественно. И еще у нас был открытый урок, по-моему, зимой, как построить Community, а еще моя коллега вот в курсе Катя будет, по-моему, через неделю проводить открытый урок, и туда можно будет тоже прийти, зарегистрироваться и именно про сообщество поговорить. Поэтому я не буду на них останавливаться, просто скажу, что штука классная и интересная, и в том числе интересно сотрудничество не только со своими сообществами, но и с внешними независимыми. То есть, например, если у вас есть площадка, приглашайте к себе какие-то метапы, например, там, Moscow.js, есть классная комьюнити, там, Python и так далее. То есть приглашайте к себе в гости, чтобы про вас знали и помогайте искренне. Если интересно, потом поделюсь инфой, как это делать. Да, и еще вот как раз про работу с независимыми сообществами. Я недавно, я общаюсь, я в том году делала трек по Python на конференции The Fest Omsk, то есть сама спикеров искала, как внутренне индивидуальной компании. И в этом году мне захотелось тоже вложиться в сообщество независимых лидеров сообществ. То есть очень много активистов, которые не принадлежат никакой компании. Есть много известных активистов на рынке, которые работают в своей компании, никуда уходить не собираются. То есть это наша цель, к чему мы стремимся. И как раз на эту тему я курирую мероприятия, и мы собрали классную программу, и именно там как раз можно подробнее погрузиться, например, в работу, вот показываю, надеюсь, вам видно, про то, как взаимодействовать с компанией и независимым сообществом. То есть там прям вот как раз на эту тему час прикладной пользы, дискуссия очень известных экспертов из Меры Деврел. Можете посмотреть, тоже есть на Ютубе. Так, а вот я вам, кстати, даже, простите, я забыла про этот слайд, но я оставила список, несколько списков, где вообще искать различные сообщества. То есть вот эта информация вот про первые три у меня от Маши Кругловой, она программный директор подлодки, она лидер калининградского GDG-группу, комьюнити, вот, и в целом очень классный, наверное, можно ее назвать Деврелом, хотя она не совсем Деврел, вот, но как раз от нее узнала эти источники. И есть таблица еще нашего там совместного там коллективного творчества, и можно переходить в каждую из них и находить контакты лидеров по вашим технологиям. То есть если вы работаете, если вы нанимаете конкретно там специалистов с редким языком, либо вам массовый найм, там, например, инженеров данных нужен, да, вы находите подходящее комьюнити и пишете лидеру, да, и договариваетесь о каком-то взаимовыгодном сотрудничестве. Это просто небольшой, просто подумать. И, естественно, Adivrial Manager, он всегда вовлечен в той или иной мере в организацию либо в присутствии на внешних мероприятиях. Вот. И здесь, да, можно делать свои метапы, свои онлайн, даже какие-то вебинары и так далее. Можно проверить своих спикеров на мероприятия, можно коллаборировать с независимыми сообществами, как я раньше говорила, да, то есть это тоже важная часть работы Adivrial. Возможно, вам сюда стоит посмотреть, если вы тоже начинаете Adivrial в своей компании. Вот. Так. И у нас сейчас, у нас как раз прошло чуть больше часа. Я постараюсь у вас в течение 15 минут, да, уже снабдить всем материалом, чтобы у вас оставались все ссылки, вся информация, чтобы вы знали, куда приходить, с вопросами, в какие чаты. И у нас, как раз мы в 15 минут, я думаю, уложимся. Вот. И сейчас покажу на кейсах. Мы с вами изначально говорили, напомню, да, про то, как поддерживать своих сотрудников в публичности, в творчестве, да, и при этом, чтобы их не схантили. И главный момент, который мы к этому моменту запомнили, это то, что важно создавать эмоциональную связь, то есть удерживать через конкретные инструменты, то есть через сообщество, через привязку к людям, через какие-то интересные активности и поддержку, через признание и прочие, да, элементы формулы мотивации. А сейчас покажу на кейсах, как можно вообще отслеживать, отслеживать. Первый кейс, вот, нашей команды, когда я работала в Сибург Диджитал, да, то есть мы там с 2002 года, да, с 2022 года ввели амбассадорскую программу. У нас классный очень проект был, у нас была команда лидеров, которые со всей компанией собрались и начали эту программу. Вот я в том числе там была и потом оттуда перешла, одеврела. У нас там была поддержка мероприятий, как собственных, так мы и на внешних участвовали. Были обучения, ну, мы как раз там с 22 года фокусно стали поднедряясь в программу обучения, там, спикеров, авторов статей отдельно. И отдельно у нас были метапы для тех, кто любит организовывать мероприятия. Вот. И появились внутренние роли, появился прям внутренний деврел, и люди из компании поняли, к кому приходить с таким типом запросов. То есть раньше этим внутриком перегруженно занимался, появился выделенный человек, появился выделенный буст. И вот посмотрите, да, на результаты. Тут я привожу, привожу одну грань. Мы говорили с вами про критерии выбора работодателя, и вот, как правило, в этих критериях есть тоже, в том числе, рейтинги, да, в этих исследованиях есть рейтинги. Вот за год такой активной деятельности, прям, творческое создание, там, создание творческой среды, поддержку сообществ, вовлечение людей больше в какие-то активности и нахождение эффективных каналов коммуникации. Все это привело к тому, что за год компания в достаточно конкурентном рынке на 10, на 10 позиций выросла. И посмотрите на числа, да, то есть для того, чтобы поучаствовать в этом рейтинге, сотрудникам приходилось регистрироваться на хабр-карьере. То есть у большинства не было аккаунта. То есть это им надо зарегаться, пройти большой опрос и так далее, и так далее. И они все это делали, потому что компания нашла новые подходы именно к этой аудитории. И это просто пример, как вы можете своим работодателям обосновывать необходимость важности, да. Чем лучше у вас рейтинг позиции работодателя, как правило, это прям показатель того, насколько у вас коммуникации эффективны, насколько в LBing программы работают, насколько и, ну и так далее, да. Это тоже очень показательно. А еще сотрудники, когда участвуют в таких опросах, например, они оставляют прям развернутую обратную связь, честную. Они могут написать хорошее, могут написать плохое. И это тоже отличное пространство, потому что это не рутинные, да, шаблоны по одному там, опросы по одному шаблону, там, каждые полгода мы спрашиваем, там, на сколько процентов вы, там, довольны, насколько это. А это что-то новое, такое вовлекающее. Ну, можно вокруг этого формата делать. Вот. Но это я рассказала, пример прям чисто IT-компании, да, на 2000 человек, которая занималась прям фокусной диверелом. То есть понятно, почему там есть бюджеты на стенды, на консеренциях, понятно, почему там есть деньги на выделенного диверела, почему, ну, почему вообще вкладываются в это направление. Это IT-компания, там много сотрудников, есть задачи на ему удержание, там понятно. Но бывает и такое, что компания не IT, но есть IT-специалисты, которых тоже надо как-то нанимать, да, они у нас существа, ой, простите, не существует, я так сказала, они у нас люди дефицитные, и нанимать их бывает порой довольно сложно. И, например, как мне, если я там, не знаю, производитель, давайте без конкретики, если я не IT-компания, как мне привлекать специалистов? А тут тоже есть все то же самое. Вот посмотрите на кейс. Вот мой бизнес-партнер Екатерина Бредова работала в компании B1, как раз когда она перестала быть Энстенд Янгом зарубежным и стала российским таким B1. И они тогда реализовывали комплексную программу, которая состояла из нескольких блоков, и они сразу вводили и амбассадорскую программу, и лидерскую программу, и устраивали там серию мероприятий, участвовали в HR-брендовых активностях. То есть, представляете, у них, по сути, у них ушел бренд Энстенд Янг из России, им нужно рассказать рынку про новый бренд B1. И как раз важно было все инструменты внедрять, которые дают нужные эффекты, и увязывать их в какую-то системную активность. И вот про то, что про нашу тему, да, а что бы они схантили, они тоже на сайте публиковали истории своих сотрудников. То есть, они прям делали спецпроекты. Все люди рассказывали, как они оказались вот в этой компании, да, которая занимается консалтингом, аудитом. И люди, которые были, истории которых были на сайте, они действительно давали очень теплообразную связь, они долго потом в компании работали, как правило, да. Это я знаю, вот, как слушатель. И можно посмотреть вот этот кейс, вот этого спецпроекта. То есть, он достаточно простой, достаточно мало требующий ресурсов, да, если конкретно про эту историю сотрудников собрать. Ну, он очень действенный. И все бурдиджи-то у нас тоже такое было. У нас была история про то, как люди входили в IT из метривиальных специальностей. То есть, там тоже была серия очень интересных интервью, он хорошо индексировался поисковиками и так далее. То есть, к вот этим спискам можно добавить различные спецпроекты. А еще, когда как раз случилась такая проблема, что стал бренд B1 вместо Эрстен Янга, ну, вот Катя с командой, они стали делать свои метапы в коллаборации. И вот как подтверждение, буквально сегодня я добавляла в презентацию, что вот к ним в гости буквально там через неделю приходит крупное московское сообщество с огромной аудиторией, с классными лидерами. Оно приходит в гости делать метап. Собственно, если вы боитесь, что ваших сотрудников схантят, можно начать с внутренних форматов. То есть, чтобы сотрудник работал амбассадором только внутри компании. И какие тут форматы есть? Это, естественно, спикеры, авторы статей, спикеры подкастов, авторы подкастов и так далее. То есть, достаточно публичные роли. Второе, что может быть? Это различные программы образовательные, то есть, внутренние курсы, программы по менторингу и так далее. То есть, тут человек тоже может быть амбассадором. Также, что еще может быть? Сейчас открою презентацию. Прямо здесь у меня есть прям под рукой. Человек может быть бадди, наставником или ментором для новичков. Может быть лидером, либо активистом какого-то профессионального сообщества. Может быть волонтером на разовые акции и так далее. Но если вы не боитесь и верите, что у вас есть с человеком там какая-то... Ну, если у человека есть лояльность, если у вас с ним есть связь, то тогда вы его можете отправлять вовне. То есть, спикером, автором статьи, организатором мероприятия и так далее. Или если у него сильные коммуникативные навыки, вы можете его на стенде поставить стендистом, да, тавтология. То есть, это человек, который общается со всеми, кто на стенд подходит, помогает участвовать в активностях, рассказывает про компанию и так далее. И если у вас есть такие прям люди, которые готовы таким заниматься, это просто супер, потому что на конференциях такие эксперты, это просто магнит для всех слушателей, и вы можете очень усилить свое присутствие на конференции. Еще есть очень интересная роль амбассадорства вовне. Это член программного комитета. И я сейчас надеюсь, что я не повторяюсь, потому что я про это подробно рассказала. Но в чем суть? У каждой конференции есть, как это, несколько экспертов, да, которых называют программным комитетом. То есть, они отбирают заявки, они помогают готовить заявки и так далее. Если вы, если у вас есть классный эксперт, у которого есть какая-то насмотренность или опыт, или желание научиться готовить доклады, помогать другим готовить доклады, вы можете человека заслать в члены программного комитета. И если человек начинающий, это можно сделать там с какими-то конференциями, которые только начинают обороты, либо с какими-то небольшими там региональными конференциями, которые собирают не так много людей. То есть, начать с этого. И у вас в таком случае появится очень ценный помощник, который, во-первых, ваших спикеров может помогать, доготавливать, а во-вторых, он может помогать проходить на конференции вашим спикерам. То есть, форматы такие. И презентация, да, презентации ее нет, потому что я сейчас текстом рассказывала ответ на вопрос. И сейчас хотела показать как раз программу курса. Но давайте убедимся, видели ли вы этот слайд. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы видели слайд про метрики. Давайте тогда прямо в двух словах расскажу про кейс. То есть, одно дело, когда у вас IT-компания, и там, в принципе, люди готовы вкладываться в Diveriel, то есть, в зарплату у Diveriel специалиста, в участие во внешних конференциях и так далее, да, и тогда могут быть определенные результаты. Но даже если у вас не IT-компания, но есть IT-специалисты, вы тоже можете использовать все эти инструменты. Я здесь рассказывала про кейс своего бизнес-партнера Кати Бредовой. Она как раз лидировала кейс очень интересный. То есть, когда из России ушла компания Ernst & Young, и остался российский бренд B1. Новый бренд, его никто не знает. Нужна комплексная программа. Они все эти инструменты комплексно связали, сделали крутой кейс. И в том числе, я сейчас не буду останавливаться подробнее, но был спецпроект, где на сайте сотрудники свои истории оставляли. То есть, как они пришли в компанию, как мечтали попасть, да, и так далее. Очень-очень продающие истории как для внешних людей, так и достаточно крутой повод для гордости у людей, которые эти истории представили. Вот, и это очень значительно повлияло на метрики удержания и вовлечения, и, конечно же, расширило привлекательность бренда. И, как пример, буквально сегодня анонс вышел у достаточно крупного айтишного сообщества под названием Moscow Python Community. Вышел анонс, что они коллабятся с... ну, делают коллаборацию с B1 и проводят у них питап. То есть, именно с тех пор, когда была внедрена вот эта... ну, комплексная программа, именно тогда можно сказать, что новый бренд в России появился, появилась его узнаваемость, и все узнали, что это такой B1. Вот, это если кратко. И какие метрики вообще можно использовать для оценки DBREL направления, да? Во-первых, это метрики внутренних программ. То есть, насколько хорошо у вас работает амбассадорская программа, реферальная программа, какие есть проблемы, либо наоборот, да? Ну, то есть, в цифрах это смотреть. Это первое. Второе. Есть у нас такая воронка, про которую Саша Галкина рассказывал в уроках DBREL как стратег и DBREL как тактик. Это, во-первых, общая узнаваемость бренд, да? Вот воронка выглядит таким образом, она сужается книзу. А сверху у нас там круг людей, которые слышали про наш бренд, чуть меньше людей, которые интересуются работой у нас, чуть меньше людей, которые выходят на интервью, на оффер, на работу в компании и так далее. То есть, это воронка. И в зависимости от того, какая часть воронки у вас сейчас наиболее приоритетная, туда и стоит смотреть и делать под это активности и смотреть на метрики. Ну, и в помощь, естественно, карты метрик, которую вы уже в чате могли посмотреть. Вот. Ну, и третье, на что стоит смотреть, это на качественную, на обратную связь сотрудников, потому что, естественно, люди внутри компании очень хорошо улавливают то, что происходит, и они могут вам сказать, то есть, условно, да, удерживает их или нет ваша активность. И, как я говорила, да, на задачи найма напрямую очень сложно влиять, то есть, это тоже стоит учитывать. Вот. Очень кратко я сказала, если есть вопросы, задайте, просто я не уверена, что я все сказала на повторе. И сейчас расскажу. Во-первых, у меня в конце прописаны для вас полезные ссылки для старта Диврел и прочее. Но сначала я покажу весь свой экран. Так. И хотела посмотреть как раз, я вот на этом моменте поняла, что у меня нет интернета. В общем, расскажу про программу курса. У нас на программе отдельно проходится каждый блок, то есть несколько занятий на каждый блок. То есть погружение в рынок проходит в двух модулях. Отдельно построение там стратегии, да, там тоже несколько занятий. Есть блок, связанный с коммуникациями, с внутренними, с внешними пиаром в том числе. Есть блок про комьюнити менеджмент. Есть блок про организацию мероприятий, работу с амбассадорами и так далее. И в результате у каждого есть возможность сделать прям свой кейс, который вы в резюме можете указать как дополнение, как ваш опыт в Деврел. И вот то, что я сегодня просто как голубом по Европам вам показала и ссылки оставила, вот прям каждую тему мы разбираем суперподробно в отдельных уроках с разными преподавателями. И преподаватели на самом деле разные и с очень крутыми компетенциями. То есть у нас лид – это Саша Галкина. Тут не написано, но она в Яндексе работает, и она раньше работала в Спортмастер Лабе и так далее. У нее очень крутой опыт, вообще просто супер. И у всех преподавателей очень большой опыт. То есть у нас есть представители от разработки, у нас есть известные на рынке, если можно так сказать, Деврелы. Так меня не проматывает. Есть представители продуктовых комьюнити, то есть, например, Виталий, он из Рустора. То есть эти люди все обладают совершенно разными компетенциями, и у каждого свои силы, которые вот как раз помогают вам получить из урока самое ценное, именно через их опыт. И мы все дополняем друг друга, то есть у нас у всех разный опыт, разные компетенции. И поэтому у вас прямо такая возможность познакомиться, да, с разными кейсами, с разными компаниями и так далее. Если вам стало интересно, например, про сообщество, то обязательно записывайтесь на следующий открытый урок. Его проведет Катя 25 июля. Вот. И в целом, да, вы можете пойти как от компании чисто так и самостоятельно. И если кому интересно, вот я оставлю ссылку, ссылку на лендинг, вы сможете посмотреть. Старт следующего потока 30 июля, и мы прям ждем, не дождемся с командой, чтобы начать новый поток и сделать прям новый полезный курс. Вот. И у меня для вас есть ссылка, чтобы пройти опрос. И я сейчас верну тогда трансляцию в красивый формат, чтобы вам было удобно смотреть. Вот. И я просто сейчас скину в чат. Жалко, что у нас были с вами технические проблемы, но вы можете оценить материал. Меня как спикера в целом, да, полезность урока. И вот сейчас ссылку я продублирую, потому что она раньше, по-моему, была. Вот. Кто онлайн, заполните, пожалуйста, обязательно. И да, у нас расскажу про еще, как проходит обучение. То есть оно проходит по вечерам. Как правило, пару раз в неделю, и оно проходит онлайн. То есть можно там с любой точки работать, подключаться, даже там с телефона. Но если вы не можете подключаться онлайн, то у вас есть записи курсов, и преподаватели всегда в Телеграм-чате помогают с ответами на вопросы. Есть домашние задания. Они не... Ну, то есть нет такого, что если вы домашку не зайдите, вам не зачтем курс. Они достаточно добровольные, но они очень развивающие. Вот. И время на обучение требуется там от 4 часов. Академических в неделю. Это достаточно серьезная нагрузка. Но здесь интерес в том, что вы можете прям сразу пройти урок у себя в работе внедрить. То есть это очень живой формат, и он очень помогает усилить презюме и увеличить прям ценность работы вот именно через навык взаимодействия именно с IT-аудиторией. Вот. И про курс мы уже посмотрели. Я не буду сейчас останавливаться. Хочется вернуться к занятию, да. То есть мы с вами смотрели сегодня с той точки зрения, да, как нам поддерживать публичность айтишника, чтобы его не схантили. И здесь ключевые выводы, я бы сказала, что следующие. Во-первых, да, мы помним, что для айтишников сейчас не зарплата на первом месте стоит по привлекательности. Скорее важна профессиональная идентичность, скорее важна человекоцентричность компании. И специалисту хочется оставаться человеком даже там на работе и реализовывать в том числе свои таланты и показывать сильные стороны и получать, естественно, признание. Это первое. Второе – это то, что в IT-компаниях сейчас прям базовой гигиеной становится наличие сообществ, поддержки спикеров, присутствие на мероприятиях и так далее. И даже для компаний с IT-штатом, которые позже к этому подключились, для них это тоже становится базовой гигиеной. И поэтому вы от своих людей часто можете слышать, что им чего-то не хватает. Вот смотрите на рынок, смотрите, как сейчас другие компании действуют, смотрите, что сейчас пользуются популярностью у айтишников. Это прям очень важно. Важно соблюдать базовую гигиену. А еще если вы сверх этого что-то более новое и крутое придумаете, да, именно для вашей компании, это вообще для вас будет супер кейс, супер плюс, и вас просто с руками и ногами будут, правда, отрывать. И чтобы запустить или усилие Диврел-активности, можно воспользоваться опытом Диврел-сообщества. И сейчас через слайд поделюсь полезными ссылками. Вот. И важно помнить, что мы свои задачи строим от реальных проблем бизнеса. Поэтому вот подведем итоги, что мы с вами сориентировались, да, в критериях выбора IT-работодателя. Нашли способы там запустить, усилить активности, то есть какие могут есть, какие могут быть активности. И узнали, как вообще увлекающую среду для этих специалистов создавать. Тут прям с натяжкой, потому что у нас с вами было мало времени, но мы поверхностно посмотрели, что используется. И вы, конечно, сможете подробно посмотреть полезные материалы. Смотрите, первая ссылка. Здесь прям очень много, сейчас скину, очень много различных статей, подборок, телеграм-канал экспертов и так далее. Тут прям есть прям минимум для старта Деврела. И есть еще открытый чат Деврела специалистов. В него можно открыто вступать. Сейчас покажу. Для тех, кто сейчас не онлайн смотрит, а в записи, вы можете найти в Телеграм по названию Деврел Ол. Как Деврел все, все, да, и так далее. И у меня контакт был в начале презентации, вы презентацию получите. Либо подписывайтесь просто на канал, я там тоже стараюсь публиковать полезность. Я его недавно завела, но стараюсь наполнять. Вот. И курс, соответственно, повторюсь, что он начинается 30 июля. И следующий открытый урок будет Катин про сообщество. Поэтому обязательно регистрируйтесь и приходите. И спасибо вам, конечно, за внимание. Продолжение следует...